Разрушенное здание судейской рубки, площадь затянутая бурьяном, лужи повсюду. Здесь, по идее, люди должны заниматься спортом, играть в футбол, бегать. Но в последнее время, судя по всему, за стадионом «Динамо» никто не следит. Здесь даже голуби обжились. Кроме ребятни из секции и студентов, тут редко кто встречается. Для Афанасия Егорова это место буквально святое. Он тренируется на стадионе еще с 80-х. Чтобы как-то защитить его от полной разрухи, раз в неделю берет в руки косу. Но один говорит, в поле не воин. Ничего не кошено, ничего. Я вон косил сегодня, соревнования готовил. И в лесу косил, а так, видишь, как. А так бы соревнования оттуда бы начали, и здесь не кошено, поэтому тяжело. Год назад у стадиона, казалось бы, появилось будущее. Кросспорт предложил его реконструировать. Задумали построить три многофункциональных площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола. Беговую дорожку постелить, заброшенную судейскую рубку снести и поставить новую. Но над такими перспективами нависли тучи. Лыжники не согласны. В футбольные поля есть места, где они востребованы. Здесь вот такой острой необходимости нет. По словам Наталии Подоляк, реконструкция стадиона, согласно проекту мэрии, поставит крест на развитие лыжных трасс. Их здесь четыре. Если трассы доработать и расширить, говорит лыжница, то здесь появится возможность проводить масштабные соревнования. А по задумке мэрии, у лыжной базы не будет даже собственного стадиона. Это недопустимо, считает спортсменка. Перспективы, да, у березовой рощи, естественно, пропадают, если здесь получается футбольное поле. Потому что востребованность именно лыжных трасс в этом случае тоже становится ничтожной. Она остается в виде, кто накатал, тот и покатался. То есть проведение мероприятий от городского до российского уровня будет просто невозможно. Если оставить стадион в таком виде, он просто исчезнет, говорят в кросс-спорте. А лыжные трассы и березовую рощу реконструкция никак не затронет. Летом на площадках будут заниматься игровыми видами спорта, а зимой на их месте будет лыжня. И вообще, недовольство подоляк в кросс-спорте считают необоснованными. Мы считаем, что это заявление не имеет под собой оснований, потому что мы данным проектом все-таки стараемся и сохранить лыжные трассы, которые существуют на березовой роще, которые давно уже полюбились жителям города Красноярска. И все-таки сделать и придать современный вид этому стадиону, чтобы жители города могли приходить и спокойно как в зимний период заниматься, так и в летний период заниматься. Споры вокруг стадиона «Динамо» тянутся уже год. В октябре 2013-го министр спорта Сергей Алексеев заявил, он не допустит того, чтобы реконструкция была проведена в ущерб лыжникам. После этих слов проект отправили на доработку. Со стола на стол документ передвигается уже почти год. На последнем слушании его так и не приняли. Лыжники высказались, они предлагают сделать из лыжной базы объект «Универсиады». Интересно как, ведь список сооружений студенческих игр уже утвержден. Следующее рассмотрение проекта назначено на 22 сентября. Кирилл Белык, Алексей Егоров, Афонтова, новости.